Ну что, мои хорошие, добрый вечер! Добрый вечер! Едем! Едем на вокзал. Еду, наконец-то, собралась очень долго-долго-долго еду к своему Виталику. В гости! Сейчас полдвенадцатого ночи. Холодно, ужасно. Одела вот такого вот банана. Видите, он улыбается и моргает. Да! И, конечно, этот шарф, потому что он так вот раскладывается, можно его одевать на плечи. И одеваю пальто, потому что очень-очень холодно. Все, мои хорошие. Да, я не в парике. Видите, какая у меня причесмона. Подстриглась я, но не красилась. Едем, встретимся завтра утром уже в Киеве. Дорогу буду показывать, если что-то будет интересное. Ни пуха, ни пера, как говорится, да? Господь Бог впереди. Ангелы по бокам. Нет уходу врагам. Все, поехали. Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Мы в Киеве. Сейчас я вам расскажу. Короче, Виталик, ты, наверное, не хочешь, чтобы я к тебе ехала в гости. Я села в поезд к Мечуцкой. Тронулся в поезд. И я вспомнила о билете. А билете на Интерсити. Короче, я перерыла. Все, билета нет. Ребята, я забыла билет дома. Ладно. Звоню Сереже, хорошо, что он выходной. Говорю, Сережа, поищи билет, сделай мне по Вайберу, сбрось мне его, сбрасывай. Подхожу в кассу и говорю, девушка, так и так. Вот мой билет, только я забыла его дома. Ну, по Вайберу написано, моя фамилия, все. Вы думаете, что нет, билет недействительный, все. Так я говорю, а есть наличие? А сейчас же на Польшу все студенты едут. Два Интерсити забиты полностью. Короче, я говорю, а есть билет? Но она меня, правда, узнала. Говорит, да один остался. Я говорю, ну давайте один. Короче, я купила новый билет. Я еду к Виталику по двойному тарифу. Это за то, что просто голова ку-ку. Я тот билет взяла, положила поближе, потому что я буду сразу показывать. А тот остался у меня там, понимаешь? А без билета никуда не пускают, как будто и не был. Так что я еще у меня и была мысль купить вот этот вот первый класс, там немножко подороже. Но сейчас обошелся мне и подороже, и повеселее. Но слава Богу, что уже бог с ним, с этими деньгами. Слава Богу то, что я купила билет и еду. Сейчас зайду, выпью чашку чая или кофе. Я Серегу подняла, он на рыбку, сегодня же праздник. И говорит, я поеду на рыбалку. Так я его пять часов подняла. Говорю, Сережа, ищи билет. Он не может двери открыть. Я говорю, Серега, ты что, издеваешься? Ну, короче говоря, начало вот такое. Думаю, собиралась к Виталику, на подвойному тарифу езду, понимаешь? Ну, ничего. Фух. Я говорю, кому-то повезло, что будет ехать сам. Рядом пассажира не будет, представляете? Пустое место. Я говорю, ну как? Начальнику поезда пойти. Она говорит, нет, ничего вам не скажут, ничего вам не дадут. Первая в кассе таки ответила. Но женщина говорит, идите, ищите начальника поезда. Ой, начальника вокзала должен помочь. Пришла в другую кассу, говорит, где начальника вокзала? И она так, не знаю. Короче, все. Неудобно, господи. Это мы с сумками, ненавижу с сумками ездать, видишь? Так, все, ладно. Это на шесть часов, а у меня почти на семь. Витаска, короче, надо ехать домой. Пошла КФС или КФС, думала бы пить кофе, там ремонт, понимаете? Это просто замкнутый круг. Там прошлась, посмотрела, сколько вот этих вот, которые на работу идут. Мужики вот там валяются. На улице ж холодно. На полу, на кафельном спят. Да, трын, трава просто. Родные думают, что они на заработках, они тут сбухались, и домой не за что доехать. Так, жду. Надо было мне все-таки на шесть часов брать. Наш поезд приходит на шесть часов. Вот Саша моя едет, она бегом бежит в 21-ю. Берет со Львова. Ну, сейчас уже можно в онлайне брать. Открыли уже продажу, так что можно ехать. Ну, короче, жду, жду. Не солоно, не хлебавши. Так, все, наконец-то уже в поезде, уже все. Никто не высадил. Вот так вот туда идут. Видите? Это небольшой какой-то маленький пуш. Первый вагон. Если мы не захотим, то никто не поедет. Особенно за таким столиком. Четыре человека, конечно, не дужа. Но я сижу в Белевике, буду вам показывать, если будет интересно. Смотрите, что-то иде дождь. Дождь, дождь, дождь. Ну, у меня же зонтик. Лучше плохо ехать, чем хорошо стоять. С этой стороны немножко Киевом приветствует. Вот там туда покажу, посмотрите. Сейчас я вот так вот вам наведу. Сейчас в ЗАГС вот приезжаем. Видите, белое? Чуть дальше там. Проспект Победы. Зоопарк. А это никак не достроят. Так его рьяно начали строить. Никак теперь не достроят. На святой почти. Здесь вот стоя поезда стоят. Документы и паспорт. А вот если прикинутся сейчас и сказать, что вот у меня тут сфотографированный билет, что они мне скажут. Вот вы выходите. Первая зупинка – Вінница. Они меня не выкинуть на ходу, правда? Церквушка. Церквушка, она красивенькая. А вон массив какой новый, посмотрите. Вообще, конечно, Киев такой расстроенный. Не знаю, насколько... А сколько некачественного там домов стоят на... На левый берег как ехать. Круглые дома пошли, дали наклон. Так бросили и все. По-моему, три, а может даже четыре. Так, первая станция – это Винница. Поддержаем к ней. Дождя нет. Даже немножко солнце бывает так выходит. Но, наверное, холодно, потому что люди все в куртках одеты очень сильно. Людей много выходит. Очень быстро едет. Вот сейчас 9.08. Мы выехали, получается, без 5.7. Два часа и Винница. Средняя скорость 100 километров. Самая быстрая – 135 километров. Потом сейчас люди выйдут, я вам потом покажу табло. Потому что очень много там народа стоит. Видите, какое небо. Винница – небольшой город. Две минуты стоял здесь поезд. И все, поехали. Людей много вышло, много зашло. И все. И мы едем. Вокзал такой, конечно, вообще манюсенький. Я думаю, почему-то, что в Виннице побольше вокзал. Там вот видите, идет телевизор, и там вот сейчас 4 километра идет, все видно, время видно. Доправление. Ну, станции объявляют. Но если объявляют не один раз. То есть, если вы уснете, ну, можно уснуть, конечно, по-разному. Ну, все равно. Единственное, что мы, получается, сидим в самом голове. Вот там вот же машинисты, самый первый. Вот первые места даже наши. И он все время пипикает. Все время пипикает. Ну, я думаю, что, знаете, у него, наверное, по правилам так написано. Пипикать. Я даже не знаю, куда он пошел. Что-то нету города вообще не видно. Наверное, вот там вот он находится. Блядь, какие там были. Частные домики красивые. Ну, и все. И там он немножко частного сектора. В ту сторону города и уходит. Да, вот он, видите. Улица магистрали. Начинаешь? Не думаю. Не, мне не третий. А, я думала, вы смотрите. Я думаю, может... Не, не, не. Топарин сел, тот смотрит. Думаю, может, я неправильно сижу. Уже во все поверю. Вон, видите, там город. Все дальше Хмельницкий. Хмельницкий – это большой город. Такой очень большой там рынок вещевой. Поляки раньше пришли, торговали. Еще со времен социализма. Там очень большой торговый город этот. Видите, как хорошо поля убраны чистые, чистые, подготовленные. А может, даже уже пшеница посеяна. Может, такое быть. Здесь была кукуруза, по-моему, палки торчат. Или подсолнух. Все убрали. Ну, верили еще так зеленые. Кое-де, желтые попадаются. Но в основном еще зеленые. Мне так хочется вам показать, какие красивые тут пейзажи. Именно на полях. Но вот это по обочине лесополоса не дает. Пока включишь, все, уже проехали. До того красиво все. Красивая природа у нас. Очень ближе к западной Украине подъезжаешь. Там такая гористая местность. Но, конечно, в Тернополе мы этого не видим. А тут раз, когда я ехала в промышленность, там вот перед Львовом. Такие красивые места вообще. И что-то строят тут. Дороги. Но тут дожди. Видите, какая грызюка. Тут, наверное, вот в этих лесах грибов. Тима тюрща. Ну, поезд хорошо. Не качается. Нормально едет. Единственное, чтобы говорить. У нас что-то система Киевстар. У нас есть такой звязок. Вообще, с каждым днем все хуже и хуже. Не знаю почему. Все сбивается. Вот немножечко выехали. Слава богу. Смотрите, какие красивые деревья. Поля, чистенькие. Там зелененькие, что-то уже посходило. Это деревня какая-то. Просто не очень чистое стекло. Видите, тракторец езды. Подсолнух был палочки. И будет сейчас барануя сначала. Потом, наверное, будет как, я не знаю, культивируют, орают, что-то там делают. В лесу каждый кусочек земли берется. И это правильно. Красиво, правда? Далее вон круглые такие скверточки, соломы. Так, сейчас мы подъезжаем к городу Хмельницкий. Хмельницкий. А что такое называется? В 1953-м приименовали. Тоди же праздновали это возъединение Украины и России. И вышли какие-то места назвали честь вода Хмельницкого. Честь вам, да? Понятно. Видишь, как приятно, что парень из Хмельницкого знает историю свою. Это тоже немаловажно. Но это большой город. Он взял на ту сторону. Счастливым. До свидания. Парень, не спешите. Я уже бегла, чтобы я не спью. Дви хвилини на всю представьте себе. Ну все, наступная зупинка моя. А я вот с таким парнем познакомилась хорошим. Он едет в отпуск с армией. Он, ну, как называется? Срочная служба, да? Служит в Вінниця, едет домой в Львов. На 10 суток дали отпуск синочку. Так что сегодня он счастливый и веселый. Сейчас будет сам уже ехать. Я выйду, он будет сам ехать. Сейчас я будем проезжать, покажу вам этот Хмельницкий рынок. Очень большой. Там все, все. И свадебные платья, и ковры, и вещи. Очень большой рынок. Помню, ездили сюда машины искупляться. Ну, тоже город. И в левую сторону, и в правую сторону. Видите, как расположен. Внизу тут частный сектор. Дальше высотные дома. Сейчас церковушку будем проезжать. Ну, это православная церковь, видите? Большая тоже территория. Колокола какие наверху. Барашить по сторонам. Голоса как писк, как-то насыпал. Тут уже какая-то, видно, вон, часть военная. Вот, начинается, по-моему, как-то вниз. Да-да-да-да. Вот это вот сам такой большой рынок. А с той стороны, с этой. Я, честно говоря, это гаражи. Вот там вот дальше оно. Туда вот, видите? А мы сейчас еще будем проезжать. Тут же и вещи продают. И вон, стройматериалы. И хоз. Вот это такая территория большая. Видите? Честно, я не помню, как мы заезжали сюда. Ну, машины. Игрушки. И вот еще новая построенная. Смотрите, сколько много носки. Рынок импульсит. Вот это территория. Ну, вы видите по масштабу, что рынок очень-очень большой. Что-то закрыто сегодня. Не торгуют. А сегодня что, на четверг? Не работает, да? Парень он сел, я еще не пройтююю сегодня. Так что можно приехать, чайный попасты. Видите, там он наверху. Девятьэтажки. Ну, высот таких сильно больших нет. Наверное, девятьэтажей самый высокий, наверное. Гранд импорт вот построили. Смотрите, какую богадельню. Вот и все, вот и проехали. Следующая станция. Славное место Тернополь. Там орехи, да, орехи вроде бы. Тут вроде бы вот так вот архитектура строений, я имею в виду домов, похоже, вот как в центральной части. А вот чуть дальше туда, уже ближе к Льву, там совсем другие стрии, вот когда машины едешь. Там такие красивые дома, там вообще произведения искусств. Встали, мне так уже надеялись сидеть, что вообще очень, наче писку насыпали. Трошки постою, уже скоро приедемо. Уже, ой, какие красивые церкви, я вам покажу. Я не знаю, какой это город. Дивите, какая церковь. Видите? Еще до Тернополя 20 хвилин. Вот это, видите, много птиц. Это за год зерно. Вот старые такие сооружения. Вот такие. Сейчас не булон построили, а то старые. За год зерно. Я помню, в Галейщине бабушка жила. Вот такие. И птиц много, потому что там зерно. Целая куча, видите? Я думаю, что везде такие одинаковые были. Вон церковь. Вон церковь поглядывает. Очень много церквей. Вот с селой строится, строится церковь. Сейчас у меня с вами ехать, я вам буду показывать все. Королок тут больше чуть-чуть. И уже видите, какая конструкция крыш. Уже отличается немножко от нашей. Но это ж только Тернопольская область. Он наверху у церковь, видите? Маленькая речка. Зелени, конечно, полно. И крыши все металлические. Это сейчас вот на металлочерепицу перекрывают. А так все вот эти вот металлические. Ой, сука, уточек. А тыка вон целые кучи у людей по-насобирали. Слышите, как пипикает? Я сегодня как водитель ехала. О, опять. Ну, большой дом в селе. Но живности тут больше, ребята. Вербы над водой, видите, как красиво. Ой, там еще течение в Токанаве есть. Видите, какие красивые. Шиферных мало. В основном железные. Там уже вдали видно. Вот за этой посадкой начинает виднеться Тернополь. Файное место. Вот мы уже подъезжаем к Тернополю. Там просто такой большой склон, что ничего не видно было. Немножко опаздывает поезд. Витасика звонит. Талко, тут и где? За пешком иду, наверное. Как обычно, возле вокзала, видите, такие гаражи. Ну, здесь похоже все. Ну, вот уже. Везде, видите, где вот большие такие склоны. Железная дорога проходит внизу, в овраге получается. А ведь город наверху. Так что сейчас вороляка уже заждался на вокзале. Тут и да. Это окраина. Я тогда была ровно две минуты в тамбуре. Я не выходила на платформу. Последний раз мы были, когда были у Виталика на свадьбе. Взал такой небольшой. Нормальный вокзал. Ну, а сам город красивый. Такой немножко длинненький, растянутый чуть-чуть, но... Какие двухэтажки здесь. Ой, тормозит, тормозит. Ну, это не буду показывать. Какие красивые дома. Уже начинал стадион там, наверное, у них, потому что вижу лампу. Много. Вот дом красивый. Может, это гостиница. Я не знаю, но красивый. Авиадурки. Чем-то похожи на въезд, когда в Киев въезжаешь. О, так вот уже даже платформа. Наверное, вокзал с той стороны. Видите, уже платформы начинаются. А то в сторону не будем приходить, да? Так что идемте. Берем чемодан свой. Ой, чемоданчик легенький вообще. Лиськи. Лиськи. Да, она тут штура. Это, наверное, уже аж за Тернополем. У нас первый лагон. О! Дождя нету, хорошо Пока Ну что, рада приветствовать вас в славном городе Славный мистер Тернополь Все, до свидания, сыночек Удачи тебе Где же мой витасечка Опа Сейчас одну секундочку помогу А, нет, там еще Привет Приветик Приветик Привет, и ты тут Давайте выйдем немножко, потому что у нас там Вибігла, я кажу, мы уже прийшли Мы уже прийшли за Тернополь просто Ось вони Неон вокзал Я не знаю, что там чемодан Вы все хоть бы колеса не отпали Одна ж вы там Одна ж, как называется В Турции осталась А в Тарабе Бачите, как у вас тут прохладно А в Хмельницьком 15 градусів Так Я приветствую вас в славном месте В місті Тернополі Оце вокзал там Ну, самое місто И сам вокзал Це будет друге зовсім видео А так, мы зустрілися з друзяками Зараз будем идти шампанское бухать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok